Пенсия – время возможностей. Смена рабочего места на комфорт домашнего очага – повод открыть для себя двери в мир новых и интересных увлечений. Скандинавская ходьба, садоводство, рисование и поэзия – количество занятий, которым можно посвятить себя на пенсии – бесчетное множество. Какие хобби предпочитают представители зрелого поколения Гомеля – смотрите в нашем сюжете. Гомель на этой неделе принял марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию». Николай Шапоров на соревнованиях оказался самым старшим, тем самым доказав, что активным можно быть в любом возрасте. На данный момент мужчине 90. Когда он понял, что со здоровьем начались проблемы, решил это исправить. В этом мужчине помогли занятия скандинавской ходьбой. Нужно просто двигаться, двигаться, двигаться. Движение – это жизнь. Я так скажу, жив-живу. Движение, движение, движение. А без движения начинает отказывать все. Валентина Петровна в скандинавской ходьбе уже гуру. За ее плечами 9 лет занятий и ежедневных прогулок. Спортсменке хобби приносит настоящее удовольствие и новые эмоции. И плюс ко всему укрепление здоровья. Женщина уверена – ходьба продлевает молодость. Я очень люблю природу. Я хожу через мост, в лес туда. И там, вот именно по всем, как говорится, моим заповедным местам, я обожаю лес. Я ежедневно хожу по 10-15 километров. Дарит здоровье и бодрость не только ходьба. Уже более 20 лет Геннадий владеет огромным садом. Любимое дело началось с маленьких саженцев. Когда стало понятно, что все получается и виноград пользуется спросом, занятие приобрело серьезный настрой. Долгие годы высадки и изучения новых сортов пополнили клуб гомельских виноградарей еще одним любителем. Не так давно Геннадий получил кубок за самую большую ягодную гроздь. На будущее уже как бы планировал еще, когда еще работал, что выйдя на пенсию, вполне возможно займусь хоть чем-то. Ну, вина рада может быть. Ну, действительно, мечты сбываются и планы сбываются. Поэтому надо всегда планировать. Встать рано утром и начать ухаживать за виноградом уже стало обычным делом. Усталости нет, зато есть любимое дело. С одного куста можно собрать до 40 килограммов урожая. Реализовать и ухаживать за таким большим объемом, конечно, сложно. Но когда это в радость, то и настроение соответствующее. Просто надо с удовольствием это делать, свое удовольствие. Если это доставляет удовольствие, то ты просто этой тяжести никакой не замечаешь. Ты прошел, как обычно, наметил, вот прошел пять рядов, пошел, отдохнул, к вечеру еще прошел там несколько рядов. И как бы получил удовольствие на завтра, оставил кусок работы еще на завтра. Ирина Цибина – экс-горный инженер и преподаватель вуза. Окончательно на пенсию женщина ушла в 2016 году. Однако дома кандидат наук не сидит без дела. Из постоянных занятий у нее теперь рисование. Это держит нас на плаву, возвышает над обыденностью, над суетностью. Живопись, она благодарная. Она дает нам хорошую подпитку, энергетику. Распакиваю окно, я смотрю на наш белорусский прекрасный фестивальный парк, на наш белорусский пейзаж и на купола церкви. И небо. А что еще надо? Уход из вуза не разрушил построенных ранее связей. Бывшие коллеги продолжают встречаться, но уже в нерабочей обстановке. У каждого свое увлечение. Экс-преподаватели пишут стихи, увлекаются хендмейдом, цветоводством и демонстрируют друг другу результаты своего творчества. Картины начал я писать, собственно говоря, где-то начиная, как ушел на пенсию, где-то с 97-го года. Начиналось где-то с размера чуть ли не 10 на 10, такие вот рисунки. Для нашего сейчас состояния, когда мы не на работе, очень важно встречаться и чем-то заниматься. Вот, конечно, таланты раскрываются именно тогда, когда ты свободен. А мы сейчас свободны. В Гомельской области официально проживает более 300 тысяч граждан старше 65 лет. Большинство людей зрелого возраста принимают активную жизненную позицию, тем самым доказывая, что возраст не помеха тому, кто хочет быть счастливым. Олеся Заяц, Светлана Главко, Сергей Колоцый. Новости недели.